Ну а я напомню, что спонсор рубрики «Садовая история» компания «Фермер». Строительство каркасных и щитовых домов, мобильных бань и малых форум для сада. Надежные и уютные каркасные дома и мобильные бани от компании «Фермер». Строительство под ключ за две недели. 215-45-84. Сегодня зрителям нашего утра совет дает научный сотрудник Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета Алексей Агапов. Он расскажет, с помощью каких растений можно добавить красок к вашему осеннему саду. Большая часть садовых ландшафтов, скажем так, в осенний промежуток времени становятся тусклыми и безжизненными, да, то есть из-за того, что основная масса многолетников уже процветает. И наша задача показать растения, которые это межсезонье подхватывают и делают его ярче, и последние дни нахождения в саду делают более комфортными. Мы много говорили о цветниках, о том, как их делать, какие растения подобрать, но сейчас, наверное, самое удобное время, чтобы посмотреть полную высоту этих растений и выбрать правильное место, исходя из параметров сада. Ну вот одна из комбинаций, которую я обычно рекомендую делать и делаю везде, где могу, вот, это комбинация мискамтуса китайского и пасконника пурпурового. То есть это два многолетника, которые начинают солировать во вторую половину лета и продолжается это до середины октября, до первых холодов. Также можно посмотреть комбинацию нового растения для наших садов. Это хелоны коса и очиток видный, вот, потому что садоводы, вероятно, не знают эти культуры, редко их используют, но, тем не менее, они дают именно удачную комбинацию в осенний период, и их рекомендуется тоже использовать. Такое растение, как очиток видный, не только будет украшать ваш сад до самых холодов, но порадует еще и неприхотливым нравом и легкостью размножения. Размножается он очень, да, действительно просто. То есть сейчас в момент цветения, ну и вообще до первых холодов, его нужно будет срезать, поставить как комнатную культуру, просто в букет. Через какое-то время, обычно это 2-3 недели, из пазух листа начинают расти молодые побеги и корни. Вот эти побеги очеренковываются в легкую торфяную смесь, и, в принципе, до следующего года, до лета, держатся на подоконнике, как простая комнатная культура. Как видите, осенние краски в саду перестают быть унылыми, если вы украшаете ваш участок нужными растениями. Продолжение следует...